Встреча спустя полвека. Бывшие одноклассники учились в одной школе, которая когда-то располагалась на территории памятника истории образца русской военной архитектуры 19 века Ахтынской крепости. Им было что вспомнить, ведь жизнь каждого из них полна необыкновенных событий. Свидетелями трогательной встречи были наши корреспонденты. Встреча одноклассников спустя полвека состоялась в селении Ахты. Они собрались на территории, где расположен памятник истории, образец русской фортификации начала 19 века Ахтынская крепость. Здесь, в этих корпусах, где когда-то жили русские генералы и офицеры, они росли и получали знания. Эту школу забивать никак невозможно. Почему? Потому что это интернациональная школа была. Здесь учились 9-й, 10-й, 11-й классы. Здесь со всех концов Южного Дагестана. Азербайджанцы. С Курасского района. С Табасаранского. Табасаранцы с нами учились. А остальные в 10-м классе. Это не встреча, а исторические события. Понимаете, крепость. В крепости учились. В 20-е годы прошлого столетия, во времена ликбеза в Ахтынской крепости, располагалась школа крестьянской молодежи. Во время Великой Отечественной войны в этих корпусах располагался детский дом. А в послевоенные годы школа и республиканский интернат горцев. Трогательный и волнующий момент. Бывшие ученики встречают своего бывшего директора школы Абдуллу Магомедовича Мурсалова. Человека удивительной судьбы. Участника Великой Отечественной войны. Ветерана-разведчика. В 60-х годах 20-го столетия он был директором Ахтынской школы номер один. В этой школе мы готовили специалистов. Кроме среднего образования, они получали такие специальницы, как шофер третьего класса, электромонтер, девушки-ковровщицы. В этом году Абдулле Магомедовичу исполнилось 90 лет. Он продолжает работать в Дагестанском педагогическом университете. Считает, что залогом успешности почти всех выпускников школы-интерната был крепкий педагогический состав и методика воспитательной работы. Были подобраны хорошие учителя. Там работали учителя, которые еще меня учили. В этой же крепости я учился с четвертого по десятый класс. Участники встречи посчитали нужным помянуть всеобщей молитвой всех тех, кто когда-то жил и учился здесь, в стенах исторической крепости. Вспомнить своих учителей и одноклассников, которые не дожили до этого светлого и радостного дня. Одно только огорчило всех участников встречи. Это вид и состояние памятника истории, образца русской военной архитектуры 19 века Ахтынской крепости. В детстве, когда рассказывали, что здесь происходило, что было, прадеды, деды, например, я бы хотела, чтобы она сохранилась на веки веков. Гулера Камилова, Юсуп Газиамаров. Время новостей.